Что касается меня, я категорически против этих запретов. Как ни странно, это будет выглядеть. Объясню почему. Например, для нас, для людей, которые зарабатывают основное средство существования концертами, то есть конкретным появлением и конкретной работой, то есть мы делаем определенную работу на сцене, и это непростая работа, работа, которая требует большой отдачи, и тем не менее мы не жалуемся. Я совершенно точно знаю, что если государство подставит под контроль все продажи, то артистам хрен что достанется. Совершенно точно. Это уже проверено, и проверенными нет. И мы денег не получим, то есть артисты. И люди не смогут услышать новые песни, либо какой-то новый контент. Я очень уважительно отношусь к пиратству, потому что пиратство является огромным промо-рычагом для любого артиста. И такой распорядок, как один в десяти, то есть количество проданных песен и количество украденных песен, это один в десяти, как правило, если песня популярна и песня хорошая. И считаю это нормальный расклад. Я всегда все покупаю. Почему? Потому что я могу себе это позволить, и для меня это принципиальный момент. Если мне что-то понравилось, я, естественно, плачу автору. Но я против определенного рода вещей. Например, особенно что касается софта. То есть вы покупаете программу, которая вам в итоге не нужна, потому что она либо плохо работает, либо ты не в состоянии попробовать ее, проэкспериментировать с ней, насколько она тебе вообще, в принципе, нужна. И вот тут-то возникает определенный момент, что если мне нравится софт, ну, допустим, софт, но что касается фильмов, я их могу скачать, потому что я не в состоянии купить определенного количества фильмов. То есть сериалы невозможно купить, а я хочу их посмотреть. Я не в состоянии сидеть перед телевизором. Для меня это как бы вот... Что касается, например, если я готов заплатить за... Если я хочу, там, действительно, знаю, фильм вышел, я могу его купить в iTunes, я его куплю, безусловно. Но если этого нет, то я, естественно, скачаю, потому что для меня нет таких вот, ох, нельзя, что. То же самое и касательно софта. Если я скачиваю какой-то нелегальный софт, ставлю себе, и он мне нравится, и я хочу, чтобы у меня приходили регулярные обновления, я хочу, чтобы у меня нормально работал, адекватный поддерживался, естественно, я его куплю. Но я должен попробовать. А вот пираты нам дают такую возможность. То есть дают нам возможность попробовать этот софт, дают нам возможность этот софт пощупать. Более того, пираты имеют очень полезную функцию. Лаборатории, то есть люди, которые производят софт, они прекрасно понимают, что нужно ставить адекватный ценник, чтобы его покупали. И потому что иначе его просто украдут. И для нас это хорошо, для пользователей, и концерны немножечко так отрезвляют от того, что, дескать, доколе. То есть, в принципе, это все нормально. То, как сейчас развивается, совершенно нормально. И если государство в это вмешается, тем более, чтобы закрыть какие-то сайты, там, 700-800, я считаю, это бред. Ребята, занимайтесь внешней политикой, занимайтесь экономикой, занимайтесь важными вещами. У вас куча коррупции, куча проблем с сельским хозяйством, и так далее, и так далее. Не лезьте в эту сферу, люди сами разберутся. Продолжение следует...